Итак, частный остров за 1 доллар против 200 миллионов долларов. Мистер Бист, ну вообще странно, что за частный остров за бакс вообще такое бывает. Я помню, он ездил по номерам в Индию там за бакс, там ему матрас дали, это я еще могу понять. Но целый частный остров за бакс, лужа. Не, ну надо остров, значит, значит какая-то горка песочка в луже. Сейчас посмотрим. Это частный остров за 250 миллионов. Все, ребята, посмотрели, класс. Но теперь мы будем смотреть, что против этого острова сейчас будет сражаться что-то за доллар. Вот и конец. На нем есть буквально все, о чем можно лишь мечтать. Я покажу вам разницу между ним и роскошным островом за 150 миллионов. Огромным островом за 45 миллионов. Да, блядь, уже все показал. Ну, что он так быстро? Замерзшим островом за 5 миллионов долларов. И самым дешевым частным. Вот, частный остров за доллар. А мне прям нравится. Я бы пошел и порыбачил бы там. Ну, все только странно, что это реально чей-то остров купленный. Как-то даже слабо верится. В мире этим начинаю понимать, что не все на нем поместятся. Ступаю на ботовый остров. Поместятся. Вот ваш доллар. Спасибо, сэр. Спасибо, что продали мне его. Теперь он твой приятель. Посмотрим. В смысле продали? Он его еще и купил? Мне кажется, мужик его развел. Просто какой-то клочок говна ему продал. Я уверен, что это бредятина какая-то. И это ничейный остров. Это какое-то говно, которое иногда затапливается. Потому что, ну, там, скорее всего, вода то наполняется, то сбавляется. Вообще-то это столбы. Грузимся в лодку и сваливаем. Как видите, здесь ничего нет. Поэтому я его взорву. В позже видео мы отправимся на остров за 150 миллионов долларов. И на суперостров за 250 миллионов. Но сперва посетим остров за миллион долларов. Остров обезьян. Что за миллион? А за миллион долларов чего? Купить прям остров за миллион? Ну, наверное, купить. Потому что снять, мне кажется, такое бы не стоило столько. Ну, стоило бы сколько? Ну, тысяч пятьдесят рублей, я думаю. Ну, сто максимум в день. Да, вы не ослышались. Он буквально кишит. Хотя он с людьми. Тогда сто пять тысяч рублей. Теперь ясно, почему он так называется. Что это за обезьян? Это Оди. Оди взяла апельсин. Окей. Видит еду, забирает ее. У мартышек на острове есть стратегия взаимодействия с людьми. Они заставляют вас думать, что вы друзья. А затем крадут вашу еду. Забирай, забирай. Обожаю эту обезьянку. Там мартышка на лодке. А если вам интересно, где вы и ваши друзья будете спать на этом острове, то над водой построены шесть роскошных хижин, в которых живут и люди, и обезьянки мартышка схватила губ. Ну, за миллион долларов, я так понимаю, реально купить, типа, остров, а не пожить там чуть-чуть. Ну, про Джимми. Сэр, нам это нужно для съемок. Я просто заберу на время. Спасибо. Окей. Я вернул свою камеру. Вы хотите... О, шляпа! Ему нужна шляпа. Хорошо. Да, забирайте, сэр. К концу этого дня я буду голым. Обезьяны крадут абсолютно все. И обезьяны, это еще не самое крутое на этом острове. Видите ли, это вовсе не остров. На самом деле, это вершина огромной подводной растительной сети, возникшей из песка и воды, и создающей иллюзию острова, которую мы наблюдаем. Это остров за миллион или кустарник за миллион, раз уж тут... Бля, прикольно, вот это прикольно. Необычно, как будто какой-то магический остров в аниме каком-нибудь, в One Piece. Тут нет земли. А ты как думаешь? Я не знаю. Ты сам решаешь, что для тебя остров. На другой. Да, реально, он купил дерево какое-то подводное. Ну, не купил, так сказал. На обзор приехал. Это вообще, знаете, что я уверен? Это реклама. Скорее всего, он рекламирует острова, чтобы какой-то чувачок просто купил. Это как местная авито теперь у нас, мистер Бист. В стороне острова есть даже частная зона отдыха и массажный салон на пляже. Ну, Лан. Я пытаюсь не упасть в воду. Мне будут делать массаж. Пока можно, блядь. Да. Сколько можно, еб твою мать, блядь, вы, блядь. Да и не поспоришь, ведь. С обезьянкой. Это очень круто. Заметьте, что вся вода вокруг вас замерзла. Что? Воу. Пришлось изрядно постараться. И все ради того, чтобы показать, что остров за 5 миллионов очень крутой. И то, куда мы отправимся, большую часть года выглядит так. Но будет выглядеть вот так. Без шуток. На острове сейчас так холодно, что озеро окружающее его замерзло. На чуть-чуть зимой у тебя чуть-чуть владения расширяются. Вот это, вот это хороший остров. Вот это хороший, с бонусом. Значит, добираться туда мы будем на интересном транспортном среде. О, круто. Типа, ну просто, хуйня. Я в минус 15, в минус 20. Вот так накидывал на себя куртку и в шортах собаку в шлепках всегда выносил. Всегда выносил. Выводил. Всегда так. Вот это из мемов. Я тот самый чел в окне, который в шортах зимой ходит. Придется спать в обнимку. Эти хижины стоят здесь круглый год. Ведь они могут дрейфовать на поверхности теплой, спокойной воды озера. И не замерзают в зимнюю стужу. А зимой из них открывается прекрасный вид на северное сияние. За 5 миллионов ты, по сути, получаешь билет в зимнюю сказку. Гостям острова предлагается неограниченное количество первоклассных блюд. Он думает, что мы говорим по-фински. И хотя на этом... И хотя на этом острове есть роскошный... Ну по факту сказал охуенно. Как будто много буквы П просто. Бэ-дэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-со. Которым можно остановиться. Ааа, это прекрасно. Вот это класс. Круто. Я беру. Джейми, купи его для меня. Унизил, да. Но реакция у него разъебная была. Как будто там я не знаю, что вообще. С чем сравнить даже. Провели почти все время на замерзшем озере, где смогли покататься на собачьей упряжке. Смотрим печатку. Боже мой. Это лучший остров. Я не знаю, какой остров может быть круче. Тот, где я буду чувствовать свои руки. И рукам Карла повезло. Ведь следующий остров не только теплый, но и более дорогой, чем все предыдущие вместе взятые. Ну конечно, там уже видно вот эта 3D моделька жесткая. Это даже не остров. Это как первый остров. Только чисто дом там. Этот остров крошечный. Ну, пожалуй, один из... Бля, вот это, кстати, на вид безопасный остров. Я каждый раз, когда вижу острова, думаю, бля, затопит. Ну тут сразу видно мелководье, короче. И если и затопит... Да нет, все равно какая-то херня, да? Вот затопят же когда-нибудь. Придется уровень поднимать. А там уже дом стоит страшно. Покупать свой собственный остров. Самых роскошных. Ладно, пойдемте заценим дом. Ух ты. Ух ты. Мы рады, что вы у нас в гостях. Надеемся, что вы от души повеселитесь. Только ничего не сломайте. Йоу, надо хоть что-то сломать. Вообще супер тупой остров. Вот ладно, остров с лесом, там всякими джунглями, приколюхами. Но когда у тебя просто в воде бетон с домом, не проще в таком доме в городе жить. О, хорошая ванная. Обычно богачи любят душевые, в которых помещается от 30 до 1000 человек. А этот душ разумного размера. Когда платишь 16 миллионов, то помимо душа размером с остров за... Нихуя себе. Обычно богачи любят душевые, в которых помещается от 30 до 1000 человек. А этот душ разумного размера. Когда платишь 16 миллионов, то помимо душа размером с остров за доллар, к этому острову прилагается вертолет, который, видимо, слишком велик для него. Тут водные мотоциклы, подлодка, еще одна подлодка справа, вон там подлодка Акула, почти по подводной лодке на каждом. Да там по колено воды, надо далеко эти лодки толкать. Парни, делайте что хотите, веселись. Я очень разогнал тебя. Блин, на этой таблетке летали с Аней в океане, вот это жестяк Аня вылетела. Так жутко мне было, я уже не знал, как ее спасать уже. Я сам думал, как и я еще чудом не улетаю. Вкратце мы уже держались вот так руками за эти хуйни. И тело уже просто оно летало возле, ты вот так улетаешь всем телом. Потом бах, нахуй, опять улетаешь всем телом. Ты просто как, блять, я не знаю, очень сомнительное развлечение. Но Аня в итоге улетела, но все было хорошо, ничего, все было весело и классно. Карл, будьте тебе одно желание, то какое! Они вообще еле едут, блять, они вообще похую просто, но зато орут сидят. Я очень разогнался! Обожаю частные слова! Карл, будьте тебе одно желание, то какое! Слезь с этой стуки! Да еле и едут, че ноют! Вот это прикольно! Бля, вот это круто! Людвиг и Карл поцеловались с морем на скорости восемьсот километров в час! Во, наконец-то! Так их нахуй, так этих, сука, лепреконов ебаных мистера биста. Мы причалили, чтобы передохнуть. Ага, Людвиг спрыгнет с вертолета. Так и есть! Что? Нет, погодите, я не... Последние слова! Я люблю тебя, мам! Прости меня! Вертолет поднимает парня в воздух. Откуда? Они спрыгнут прямо в океан! О, мой бог! Это безумие! Там не стоит этого делать! Это всего лишь остров за 16 лямов, и мы прыгаем из вертолета! Да там низко, я думал, они прям их... Пластом? Да, вот бы пластом. Эх, миньоны должны страдать, я считаю. Иначе контента не будет. Он сейчас прыгнет! Да там же низко, в смысле? Боже мой! Аня, ну пойдет, пойдет! Погоди, они прыгают! Нормально! Второй пошел! Пошел лепешкой! А, он за это перед мамой извинялся. У того, кто сказал, счастье не купишь, нет собственного острова! Потому что я вполне счастлив! А теперь... Да у тебя тоже нет, ты прилетел туда на полдня посниматься. Что ты... Остров за... Мистер Бист, если что, живет в ангаре целыми днями, и снимает видео, и работает на американскую партнерку, которая руководит его мозгом. Так что он несчастлив, я вам гарантирую. 45 миллионов! Он такой большой, что даже не помещается в кадр. О, привет! Я даже не знал, что нас ожидают. Привет! Всегда чувствую себя неловко, когда приезжаю куда-то, а люди уже несколько часов меня ждут. Привет! У нас тут черничное смузи. А не с алкоголем? Нет, без. Он еще мелкий. Сейчас мы отвезем вас наверх и немного покажем королевский остров. Посмотрим, что мы получим за 45 миллионов. Длинная дорога, дорога длиннее, чем прошлый остров. К острову за 45 миллионов долларов прилагается особняк, пляжный бар и шеф-повар. У шеф-повара вообще нет личности. Он там просто на всю жизнь он там. Вот он просто продается вместе с домом, повар. Да, ну он нормально устроился, в принципе. Так уж и плохо. А снаружи джакузи, выходящие на бухту. А говорят, рабства нету, бля, заебись, все. Где стоят водные мотоциклы. И, разумеется, бассейн с лучшим видом, что я видел. На камере это выглядит так же круто, как и в жизни. А если по какой-то причине вы не хотите оставаться в особняке, к вашим услугам пять роскошных пляжных хижин. Джимми, можно? Можно. Можно? Можно. Я пас. Но даже несмотря на обилие всяческих развлечений... Почему мы играем в пинг-понг, когда у нас есть целый остров? Важно отметить, что не это делает остров особенным. На другом конце острова находятся столетние руины, которые нам еще пред... Что-то какая-то стройка, блядь, с Волгодонска. На другом конце острова находятся столетние руины. Ну это еще ладно, но вот тут что-то... Столетние руины. Не похоже, что это какая-то достопримечательность. Вот тут везде еще должны какашки, блядь, лежать. Скорее всего, подубрали. Вот тут повсюду насрано должно быть. Какие-нибудь граффити тупые, типа там Король Шут, там Тёма Лох, там... Чурья за руль! О, нет. Бля, они пошли, короче, какую-то стройку обследовать, называя это руинами крутыми, древними. Ну что, готовы? Да! Сейчас будет немного бездорожья, а потом мы приедем на другой конец острова. Почему Карл всегда оказывается за рулем? Потому что я классный. Ой, яма. У-у-у! Чувак, это как тапарик? Да, ты в четыре раза превысил скорость. Не уверен, что тут есть копы, которые тебя остановят, но я предупредил. А на этом острове есть тюрьма? Нет. О, тут нет тюрьмы? Надо построить. Мы начали пробираться через то, что более ста лет назад было на этом острове... Там граффити на потолке. Кто-то всё-таки хулиганит здесь. Вон, вон, вон. Айлов, бля. Что-то Айлов там. Что-то кто-то свечкой нарисовал. Мы начали пробираться через то, что более ста лет назад... Гигантский... Да хуйня какая-то. Более ста лет назад. Да даже сто лет назад. Вообще ерунда какая-то. И той весом в тон. А то. А уверен, что она не упадет на меня? Чувак, если именно сегодня она вдруг упадет, то я не удивлюсь. Нолан, иди сюда, пока живой. Мне нравится, что они такие нежные. Типа, они такие ноль градусов. Аааа, вообще ноль градусов. Стройка. Блин, она не обвалится, блин? Стройка, блин. Сто лет. Уф. Какой-то вообще, ну... Только из дома богатого все вылезли и жизни не видали. Сразу за руинами открывается самый лучший вид на всём острове. Вау! Да, вот теперь хорошо. Мы так долго ехали, я уже и забыл, что мы на острове. Нежная тинка. Остров начинается вон там, огибает всё вокруг, заворачивает сюда, идёт по побережью до самого верха. Скажу честно, я бы не отдал 45 миллионов за джунгли с руинами, но уверен, что какой-то богач. Так, следующее. Остров, пожалуй, второй по дороговесне. Это остров ценой 150 миллионов долларов. На острове есть 8 роскошных мега особняков. И самое крутое, он питает... Там можно фортнайт создать в реальной жизни. Во, прикол. ...от солнечных батарей и ветряных турбин. Здесь обитают одни из самых экзотических животных, что я видел. Вы же знаете, да, почему... ...ветряных турбин. Здесь обитают одни из самых... Сейчас. Вы же знаете, почему эти птицы вот эти красные? Вы же знаете, да? Знаете? Все знаете? Ну-ка, знаете? Не знаете? Сейчас проверю. Правильно, рачков хавают. Честно, я сам не помню, почему. Но сделаю вид, что я типа знал и ждал этот ответ. Вот, спасибо большое, что напомнил, да. Экзотических животных, что я видел. А строили его более 40 лет. Этот остров снесет вам крышу. При мысли о частном острове на ум приходит именно это. Это хорошо, ведь это частный остров. Хорошо. И судя по всему, первое, что нужно сделать, это вымыть руки. Не оскверните остров микробами из внешнего мира. Мои микробы уже помыты. Какие же они нежные. Да, они даже на идеально вылизанном острове нежные. Но типа они хотят занежить, ой, заразить остров. Тоже остров, потому что тоже нежный. Тут одна нежнятина, просто бесконечно нежно все. Кто сюда приезжает, получает кокос? Думаю, вряд ли они здесь в дефиците. Верно. Потому ли что место такое шикарное? Или потому что все в курсе водительских навыков Карла? Бля, они должны были сесть на розовое пони еще и полететь все вместе на розовом пони. Но у каждого был личный водитель. У меня такое чувство, что подобное случается раз в жизни. Если только не вернется. Это может быть не по карману. И хотя этот остров стоит 150 миллионов, его можно арендовать самостоятельно за очень низкую цену. Сноу-ка. Сноу-сорок тысяч в день. Я даже не заметил, что мы поднялись на гору. Чего? Долларов? Говорят, это самый роскошный частный остров в мире. Все так. Вид просто нечто. А вот и главный дом. Но прежде чем мы начали исследовать главный дом, мои тупые друзья отвлеклись на черепаху. Тут черепаха? А ну-ка, Сай. Да! Вау. Это адаптировать. Которые готовы выполнить любую просьбу. Там куча народу. Вот напитки, вот еда. Чем вы хотите заниматься в ближайшие пару дней? А мы такие, черепаха. Да! И разумеется, именно Нолан захотел этим воспользоваться. Да! Чем тут все занимаются? Играем в бильярд. Если бы с мистером Бист отдыхал бы из Джанго Леонардо Ди Каприо в образе, было бы вообще еще хорошо в кадре. Десятерон? Они группа поддержки. Не обязательно торчать с ним, чтобы ему было хорошо. Мне будет грустно, если вы не сядете и не расслабились. Если тебе нужно внимание, не заставляй их стоять. Прошел всего час, но я выскажусь, пока это лучший остров. Вдобавок ко всему, тут есть дом с площадкой для гольфа, откуда можно с чистой совестью забивать мячи в океан. Ведь они сделаны из рыбьего корма. Прикинь, да, вот просто пинать мяч вот туда. Лучше бить подальше, чтобы ни в кого не попасть. Гляньте, сколько фламинго. Мы нормальные, ебать, ребята. Мы нормальные ребята. Не гольфом хуйней. Мы камни просто в речку кидаем, блядь. То же самое, только платить не надо. Их так много, что трудно осознать. О, фламинго в небе! Они просто везде. Они не любят нас, пока мы не дадим им еды. Придите, братья мои. Но фламинго не одни экзотические животные на острове. О, это же динозавр! Это так круто! Бля, жесть он огромный! В теории, эта черепаха может прожить более двухсот лет. Мистер черепаха, меня зовут Джимми. Если потомки потомков моих потомков придут сюда, скажите им, что я был крут. А потом на нас набросилась стая лемуров, живущая на этом острове. Иди сюда! Ну, в плане живности островочек прикольный, прикольный. Джимми, ты в курсе? У тебя на голове два лемура. Да, я знаю. Я стараюсь не двигаться. Я положу сюда, иду. Прошу, не надо. И если вы гадаете, откуда здесь все эти редкие животные, то, увы, большинство из них исчезающие виды. И на остров их привез его владелец Ричард Брэнсон, чтобы спать... Так остров продается, значит, он их всех собрал, чтобы продать остров и уехать оттуда. Или он, типа, как, знаете, люди, которые завели собаку и жалеют. Он такой, да, сука, много завел, пора съебывать. ...стих от вымирания. Но самыми редкими животными на острове оказались русалки. Не продается? А что цена есть тогда у этого острова? Они же говорят, что они на этих островах гости. Это снять, походу. Нет, снять, он сказал, 140 тысяч долларов в сутки. А 150 миллионов стоит этот остров. Но он не продается, да? Ну, пиздец. И суши! Это роскошно. Русалки, а вы суши не хотите? Нет, казалось бы. Это... Блядь, да можно тогда... В чем прикол оценки острова? Я думал, покупать и жить, чтобы на нем. А в чем смысл-то? Ну, можно любую хуйню так оценивать. Давайте, стоимость Москвы, блядь. Стоимость, ну и чё? Каннибализм? Да? Скорее воссоединение семьи. Идите сюда. Если честно, на этом острове столько всего, что мы не можем все заснять. Мы играли в теннис, в баскетбол, сходили в еще один особняк. Я впервые окунулся в холодную воду. В общем, вы поняли. Здесь столько всего интересного, аж голова кругом. Ветер тут, правда, впечатляет. Мне реально страшно. А знаешь, что еще впечатляет? Что? Последний остров. Увидимся там. Вперед. Почему мы еще здесь? А по пути на остров за 250 миллионов долларов мы остановились в кишащих окулеводах. Ведь я должен оплатить. Так обломал только что меня, блядь. Я уже загорелся весь. И теперь смотреть на ебаную лодку. И теперь, когда я гружен окулами, что, похоже, не самый страшный кошмар. Реклама, да, пошла. Я расскажу вам, а Стамбл Гайз. Броне так перестал, боже мой. Самое ужасное, что я не выйду, пока не закончу рекламу. Стамбл Гайз, это бесплатная мобильная игра, в которой 32 человека заревнуются за победу. На самом деле, я его слышу вот так. Мы его не слышим. Для этого нужно быть настоящим психом. Даже Стамбл Гайз не смогли бы меня уговорить. Зачем вы здесь, акулы? Ой, ой. Они так близко. Так близко. В новом сезоне они добавили кучу новых скинов, анимаций и эмоций в бистиле. Вау. Ладно, квадратная голова, держи. Бро, это безумие. Я хочу убедиться, что для Джимми хватит акул. Они также добавили новый уровень, внутрь клетки кидай. Хуйня полная. Надо было внутрь клетки кидать, чтобы они начали долбить клетку. Они и Джимми потом, после клетки. Будь по пути, чтобы выжить. И чем дольше вы живы, тем сложнее уровень. Это какой-то фаллгайз. Кажется, акулу бьют по клетке. О, она шатается. О, мне страшно. Так же я выпустил... И ни одна акула, видно, не заинтересована тем, чтобы толкать клетку. Хе-хе-хе. Новый набор для создания своих уровней в стиле Мистер Бист. Это один из лучших сезонов. Попробуйте мой новый Бист уровень и создайте свой. Интересно увидеть, что вы придумаете. Акулы продолжают атаковать клетку, так что я выбираюсь отсюда. Не забудьте скачать бесплатно с Тамбл Гайз, чтобы мне не пришлось возвращаться к акулам. Ты живой! Пойдемте, займемся чем-то не связанным с акулами. Пожалуйста. А теперь, когда я расплатился с долгами за это видео, посетим остров за 250 миллионов долларов. Это частный остров за 250 миллионов! На этом необычайном острове есть целый парк развлечений с дюжиной в отдых горок, а еще воздушный шар и любые развлечения, которые можно представить. И все в вашем распоряжении. Здесь нет других гостей! Но одна из особенностей этого острова выделяет его на фоне остальных. Ну-ка, ну-ка! В центре этого острова находится огромная водная горка. Ебать! Хотя, знаете, горки катаются восьмилетки. Я тоже смогу ее посетить, потому что ужасно боюсь высоты. Горка выглядит так, что ты пока залазишь, думаешь, такой, ебать, это самая жесткая хуйня на планете. А потом ты едешь вот так там. Прикольно, долго. И медленно скатываешься просто в ней. Но прежде чем отправиться на водную горку, мы оценили другие восходы. Было бы прикольно, если бы она была какая-нибудь с одной стороны вся стеклянная. Ну вот с той стороны, где вот эти вот постройки не стеклянные, а вот с другой, где вот весь остров видно стеклянный, ты едешь там такой. Вот это ебать круто. Можно сети, например, на этом острове более сотни гидроциклов. Это слегка перебор. И не говоря уже о зиплайнах, соединяющих... В горку, блядь, залезь! ...испустяно созданные пляжи. А зачем шлем? Обо что я буду ударяться? О землю, бро! Потому что иногда люди падают, и это... Блядь, да, я в каком аквапарке был застревал, тоже толкался там потом, думаю, да сука, кал. Это очень страшно. Да. А, это в Москве было, я вспомнил. Там, где много узбеков почему-то и только в этот аквапарк ходит. А, нас еще ногами в трубу запинывали. Да, да, да. Да, вот этот аквапарк. Не знаю его название. Там лягушка что-то какая-то, лягушка в Москве. Хуйня какая-то. Удачи! Спасибо. Карл, ты сильно споешь? Это офигенно! А, по правде, не так уж и безумно. Владея островом, можно разместить более 13 тысяч друзей в любом из этих пяти гигантских бассейнов. О, похоже, будто это сделано в Майнкрафте. Так забавно видеть там двух моих друзей. Нолан выглядит как пятнышко. На острове за 250 миллионов, разумеется, я... Потому что Нолан для мистера Биста и есть пятнышко, блин. Есть экзотические животные. Это павлин? Сэр, мне нужно доставить вас на допрос. Сэр. И любые игры, которые можно представить. Жаль, что здесь нет обычных 13 тысяч человек, чтобы они видели, как плохо он бросает. Это футбольный бильярд? Здесь есть такое, о чем я даже не подозревал. Но я заметил, что на острове слишком много спасателей для нас четверых. Сколько спасателей на этом острове? Так, опять кое-что я заметил. Такую особенность, особенность почему-то эксплуатации конкретного вида населения нашей планеты. Больше стенд. Правда? При таком количестве нужно очень постараться, чтобы утонуть. Поэтому я решил, что будет здорово устроить им выходной. Кто-нибудь уже арендовал этот остров? Никто. Вау, мы первые. Чувак, ты отклонился назад. Ты очень расслаблен. После того, как все 100 спасателей скатились, они решили поддержать нас с парнями. Парни, хотите знать, что еще страшнее этого? Что? Вот это. Почему сегодня так страшно? Выглядит страшно. Можем пропустить. Она более 40 метров. Да она не страшная, вообще не страшная. В смысле, видно же, что угол... Страшная была в Турции какая-то, там, где ты падаешь. Ты, короче, едешь, она такая резко вниз, и ты, короче, отрываешься весь от горки, и ты просто рядом с ней летишь. Вот это вот немного страшновато, а там не страшно, видно же. Это самая высокая водная горка во всей Северной Америке. Я даже не знаю, на что смотрю. Но прикольно, скорее всего. Это прям небоскреба мне страшно. Я думаю, медитативная такая приколюха просто. Едешь, балдеешь. Пик смельчака, успокаивающее название. Очень заманчиво. Мы так высоко. Я уже жутковат, а? Итак, мы добрались до вершины. Вы что, просто ждете нас здесь? Послушайте, какой сильный здесь ветер. О, не смотрите вниз. Остров выглядит так безумно. О, боже мой. Эй, Карл. Нет. О, Нолан, Нолан, вы не могли бы сказать ответ «нет, не принимается»? Ответ «нет, не принимается». Подговорил, подговорил, блин. Надо ехать, Нолан. Мам, я тебя люблю. Нолан, возьми камеру, не будь лохом. Увидимся внизу. Хорошо, давай. О, ой, ой. А я как под грузовик попал. О, ой, пиздобол. Ну, блин, не показали. Да он там ехал такой. 100% отвечаю. Обещаю, что тоже скатишься. Окей. О, боже. Все так быстро. Неужели так страшно? Ну? Да нормально. Да, блядь, под конец опять показали. Под конец всегда самая быстрая. В середине долго, 100%. Хочусь вам на потеху, хотя гигантские горки меня пугают. Погнали! О, она такая быстрая. Они ускорили, я вижу. Ты хотя и почти тонул все время спуска с этой водной горки. Да, да, кстати. В аквапарке всегда крин, что ты вот так плывешь сюда. И ничего не видишь весь путь. Так это, блядь, вот так всю дорогу. Должен сказать, что этот остров был просто потрясающим. Ну, прикольно, прикольно. Не, на самом деле даже интересно, весело было, задорно, классно. Малабалярюк.